Молодежная преступность у нас есть в Ленушке? Есть. Я просто знаю от молодежи, что она сейчас есть и она протитает. Дети, в принципе, кроме как пить, курить и наркотики, голод, больше нечем заниматься. А как тогда ее искоренить? Искоренить? Я человек верующий, поэтому, я думаю, это только в православии можно. То есть заинтересовывать людей с религией, чтобы это было связано. И семья. Семья, чтобы вот это все от родителей шло. В школах, в садиках уже основы делать не деньги, как сейчас вот это развлечение как раз, а труд. А сейчас детей напрягать у нас нельзя, в школе партамыть нельзя. Раньше ездили в колхозы, картошку там убирали. Детей сейчас трогать нельзя, это очень сильно их расхолаживает. У нас милиции нет. Вообще, надо отчет везде есть. Как с ней бороться? Ну как? Родители пускай с этим борются. Я бы не сказал, что так сильно развито. Но есть чуть, да. Я не в курсе, нет, мне кажется. Или очень мало. Да нет, это уже отошло, мне кажется. Я слышала так. Начинает, как говорят, восстанавливаться. А что именно вы слышали? Ну, вечером, я мало хожу, но у меня внук ходит, что вечером бабуля к тебе не приду, потому что вроде как опасаюсь. Вот такие слова. Вот, например, пески есть, ну помелче. А так-то вроде все угомонились, можно сказать. Как вы считаете, как с ней бороться с молодежной приспорцией? Привлекать к спорту надо. Пропаганду спорта. За 8 лет пребывания тут у меня единственное два раза бывали такие стычки, но они были чисто вербальными. То есть это можно не назвать преступностью, неким легким экстремизмом можно назвать. Когда я на своем языке разговаривал в транспорте, в общественном, там мне один мужик на колках начал угрожать, что-то такое, но этому уже года 4 прошло. Судя, вот как у меня ребенок в школе занимается, вот 40-й лицей у нас, там, в принципе-то, нет спортивной секции, они загружены, там просто некогда преступностью заниматься. У них, во-первых, дополнительные занятия, то есть вот сейчас я рад, что в школах, в лицеях практикуют дополнительные занятия. То есть ребенок занят учебой конкретно, у него нет таких отвлечений там на посторонних, чтобы где-то тусоваться, то есть без дела сидеть. Ее стало значительно меньше за последние лет 5.